Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. SOC Forum 2021. Не пропустите «Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам». Подробности на сайте socdefisforum.ru Всем привет. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Подкаст, посвященный технологиям, процессам и вообще всему, что связано с такой темой, как Security Operation Center. Этот подкаст является таким превью перед большим мероприятием SOC Forum, которое состоится 7-8 декабря в Москве. Будем надеяться, что пандемия этому не помешает. И мы обязательно увидимся, пообщаемся на самые разные темы. Ну, а сегодня мы говорим о человеческом факторе в безопасности и в работе Security Operation Centrum. И мой гость сегодня – это Сергей Валдохин, директор компании Antifishing. Сергей, привет. Да, Саша, привет. Всем привет, кто слушает. Тема человеческого фактора и вообще повышение осведомленности персонала, мы говорим о обычном персонале, то есть не специалистах по кибербезопасности, она звучит так или иначе уже достаточно давно. В Соединенных Штатах вообще октябрь месяц является месячником осведомленности по теме кибербезопасности. Причем это уже много лет, с 2003 года. При этом, ну вот лично я в России не вижу какого-то бума или сильно большого интереса к теме Security Awareness. Я прав, не прав? На самом деле интерес есть, просто он не навязан, может быть, так сильно требованиями регуляторов, и, может быть, эта тема не так очевидна, как к ней подступиться и как ее реализовывать, как другие более технические темы безопасности. Те же самые Security Operation Центры некоторое время назад тоже не были понятны или не были популярны как процесс, но, к счастью, это не так, и благодаря этой конференции общим усилиям это изменилось. То же самое с Awareness. Люди, кто отвечают за безопасность, обычно это люди технические, они хорошо понимают системы с инженерной точки зрения, но то, что называется человеческим фактором, да, это не про технические системы, это про поведение людей, это больше про психологию, и это темы для них не очень знакомые, не очень понятные, и как их системно решать, они тоже не знают. Поэтому традиционно всем, кто занимается безопасностью, проще и привычнее какими-то техническими мерами решать те проблемы, которые на самом деле надо решать мерами психологическими, организационными, может быть. То есть, по твоим ощущениям, здесь главный фактор – это то, что специалисты по кибербезопасности не знают, как поступиться к этой теме и как правильно организовать вообще эту деятельность. С одной стороны, у этой темы супермного хайпа, и такие люди, как Кевин Митник или его последователи устраивают даже целое кулинарное шоу, если кто-то был на его выступлениях. Это длинный стол, это порядка шести компьютеров, он бегает от одного к другому, все взломает, и вроде как все очень весело и забавно происходит. Любой безопасник скажет, что да, социалка, да, человеческий фактор – это проблема. И пентестеры тоже самое говорят. Им иногда даже запрещают этот вектор развивать, просто потому что, ну, и так понятно, что людей взломают. Но что конкретно сделать и как выстроить процесс? Очень хорошо безопасники знают, как выстроить процесс управления уязвимостями, например, или антивирусной защиты, или межсистевого экранирования, или, слава богу, они знают, как выстроить процессы инцидент-респонс. Но люди и процессы, связанные с ними, нигде понятно для них не описаны, и никак понятно, может быть, они не знают, как к ним подступиться. Ну, я вижу в этом одну из главных проблем на самом деле. Как тебе кажется, почему тогда об этом не так много говорят? Ну, то есть, вот если посмотреть по профилю каких-то конференций, которые проходят, там, онлайн-конференции, оффлайн-конференции, вебинары и прочее, не так часто эта тема сама по себе поднимается. Ну, или перефразируя, ты видишь рост интереса к этой теме за последние годы? Или он там не сильно меняется, оставаясь на каком-то уровне? Вообще, что происходит с сферой security awareness? Ее не так видно, поскольку, опять же, безопасники, люди, кто отвечают за безопасность, как правило, имеют технический бэкграунд. И в итоге, если мы говорим про цифровую безопасность, то все сводится к каким-то или техническим инструментам атаки, или к каким-то в итоге действиям в информационных системах, которые произошли, те же самые утечки или компрометации систем и так далее. Все можно описать языком технологий. Но что на фоне этого, что как фундамент вот этого, из-за чего это все происходит, из-за поведения людей, оно остается как бы за кадром. Это выражение, когда за деревьями не видно леса, вот оно очень здесь актуально. И коллегам, кто всю жизнь, ну вот как я, например, с техническим образованием отвечал за безопасность, опять же, по стандартам, которые очень много технических требований предъявляют, им, ну, всегда немножко не до того, честно говоря, да. Здесь один аудит, здесь такой контрол пройди, здесь такую систему внедри. А разбираться с корневыми причинами, ну и не только в человеческом факторе, да, в любой области, бывает часто некогда. И вот в этом проблема. Мы говорим сегодня про Security Operation Centres. По твоему опыту, потому что ты видишь вообще, как думаешь, это вообще компетенция SOC, а это тема Security Operation Centres? Очень частая проблема – это когда задачи, связанные с людьми, с их обучением, с их тренировкой, они как бы ничьи. То есть есть люди, которые, ну, например, отвечают за эксплуатацию защиты. Иногда они вместе с SOC работают, иногда как часть его, да, иногда отдельное подразделение, и иногда им поручают эту тему, но они, опять же, не очень хорошо знают, а что сейчас происходит в плане инцидентов, да, потому что SOC это знает. И, к сожалению, пока немногие организации делают эти процессы частью SOC, но там, где это сделано, это дает очень классный синергетический эффект. Почему? Потому что люди, кто отвечает за процессы SOC, они видят реальные инциденты, они могут и часто общаются с реальными пользователями, с которыми эти инциденты происходят, да, и у них есть максимально полная достоверная картина, они прям держат руку на пульсе, что нужно или чего не хватает в плане устранения корневых причин. И если такие системы и такие процессы оказываются вызвать ответственности, то дела идут хорошо. На эту тему я вспомнил, мне как-то попадался документ, мне кажется, его разработали в САНС, он как раз был посвящен теме инцидент-менеджмента, и вот там очень много внимания уделялось тому, что есть такой еще кирпичик в инцидент-менеджменте, как подготовка, на что далеко не все смотрят. И вот в подготовку как раз входило то, что ты создаешь условия, при которых тебе легче обнаружить инцидент, реагировать на него, и туда в эту подготовку попадает на самом деле очень много превентивных мероприятий, связанных с инфраструктурой. Ну и вот security awareness отчасти тоже такой концепции туда попадает, и действительно может помогать в работе security prevention центров и встраиваться в их процессе. Он может помогать и в части подготовки, он элементарно может на порядок снизить нагрузку на сок, если инцидентов будет меньше, потому что люди будут адекватно себя вести, и в случае каких-то атак или попыток атак они не будут делать то, что нужно мошенникам, а будут, например, сообщать о таких попытках, не доводя это до инцидента. То есть, первое, превентивная помощь для сока, да, но есть и вторая очень важная часть, где люди, обычные сотрудники, могут помочь соку. Если человек выявил что-то похожее на атаку, и если он, не обладая технической экспертизой, просто передал это туда, где грамотный аналитик может на это посмотреть уже с технической точки зрения, то один человек, по сути, может защитить всю организацию. И насколько это может быть полезно для сока, это может быть суперполезно. Это может быть такой инсайдовый, самый лучший TI-фит, по сути, для сока, который один грамотный пользователь сгенерировал, сок его превратил в конкретные индикаторы, и эти индикаторы применил на средства защиты. Это очень и очень полезная реальная часть, где люди, обычные, самые обычные сотрудники, могут помочь защитить свою компанию. Грамотные, если есть аналитики сок, которые те инсайды от людей разберут. Смотри, я поиграю немножко в адвоката дьявола. Это все как бы действительно здорово звучит, но посмотрим на реальные какие-то кейсы. Одной из самых больших проблем для очень многих компаний, может быть, даже для всех вообще компаний в мире, является тема шифровальщиков. Компании платят выкупы, компании получают ущерб операционный, ущерб репутационный. И атаки эти, как правило, совершаются через социальную инженерию. То есть кто-то скачал, открыл какой-то файлик или что-то еще, и все это полетело по инфраструктуре. Почему тогда по-прежнему все это в таком массовом объеме? Получается, что все-таки классно звучит, но в работу не идет или что? Есть отличный пример буквально отчета по такой атаке и такому инциденту. Если я правильно помню, в компании Norsk Hydra это произошло. И они в этом отчете заявляли, что сотрудники, которые именно через шифровальщика, именно через фишинг заразили свою инфраструктуру. Это привело к ущербу порядка 40 миллионов долларов для этой компании. Они знали о таких атаках, но в реальности, столкнувшись с ними, не смогли правильно действовать. И к вопросу, почему это до сих пор происходит. Когда мы говорим про реальный коллективный иммунитет в компании, чтобы он появился, чтобы люди безопасно действовали, в первую очередь у них должны быть сформированы навыки. И эти навыки не равно знаниям. Мы не будем говорить о том, что человек может везти автомобиль, если он прочитал или еще хуже один раз в год увидел правила дорожного движения. Да, он знает о том, что такое автомобиль. Да, он знает о том, какие есть правила. Но это ничего не означает, когда его реально посадят за руль и скажут, пожалуйста, дайте с пункта А в пункт Б. И если даже в крупных организациях людей, может быть, обучают, ввиду то, что написано в хороших стандартах и в гайдах на тему аварноса, это очень часто ограничивается знаниями людей о чем-то, но не переходит в навыки людей. И навыки, соответственно, не могут поддержать людей вот в тот момент, когда им приходит какая-то атака. Тогда что делать? То есть я сам, так или иначе, в своем опыте видел ситуации, когда, если мы говорим о каком-то обычном сотруднике, он получает уведомление о том, что ему нужно пройти какой-то очередной курс, тест, неважно. Они воспринимают это именно как какая-то дурацкая повинность, что-то надо быстро прочитать, где-то проклацать, у друга спросить, да исписать, как это все сделать, чтобы эту историю закрыть, галочку поставить и забыть о всем. Это же тоже про это, да? То есть даже в компании, если есть какая-то такая практика, она разбивается о реальность. Что делать тогда, чтобы вовлечь людей, чтобы у них выработалось вот это вот не знание, а навык? Да, есть даже такая книжка «От знаний к навыкам», очень всем рекомендую ее почитать при случае. А то, о чем ты говоришь, это важная и даже обязательная по стандартам практика, да, security awareness, обучение, тесты, отчетность. Это правда нужно, и так люди могут узнать о чем-то. Но узнать о чем-то и научиться вести себя безопасно в каких-то ситуациях – это не одно и то же. И чтобы перейти от знаний к навыкам, нужно обеспечить им в безопасной среде, в контролируемой, те ситуации, в которых эти навыки могут сформироваться. Если мы говорим про тот же самый навык вождения машины, все знают, как это происходит, люди садятся за руль и постепенно-постепенно начинают учиться ездить. Если мы говорим про процесс в компании, который может быть бы частью сок, да, даже вестись как часть сок, то это должен быть процесс тренировки навыков в ситуациях, похожих на реальные атаки. Через имитированные атаки, через такие же ссылки, через такие же файлы, через такие же психологические приемы, которые используют мошенники. Только воспроизведенные внутри самой компании в безопасной среде. И в данном случае будет суперинтересный эффект, то, что мы видим, как люди реагировали, например, на то же самое обучение, воспринимая, как ты сказал его, как повинность сначала. Но потом, когда они сами, не поняв, что это атака, стали жертвой, они узнали об этом прямо тут же, да, вот эта моментальная обратная связь им показали, что только что вы могли скомпрометировать себя, только что вы могли заразить всю свою инфраструктуру, все ваши системы. Они сами приходили к безопасности и говорили, ребята, это было так круто, я повелся, но я очень хочу разобраться, а как мне надо действовать, и что, дайте мне почитать, как я должен себя вести. Именно так было, и так повторяется очень часто, когда люди на своем опыте чувствуют, как оно бывает, как бывает эта атака опасна, да, и они начинают интересоваться этой темой ровно после этого. Так что эта вот практика, она не только для того, чтобы навык сформировать данные, чтобы вовлечь, мотивировать людей, работает. Ну, мне кажется, что вот те, про кого ты рассказываешь, что люди пришли и сказали, я повелся, расскажите мне как, это, наверное, все-таки какая-то небольшая прослойка очень активных людей. У меня почему-то в голове сразу рождается вот эта ассоциация с новыми технологиями, да, есть ранние последователи, то есть это люди, которые откликаются на многие инициативы, они тут же поддерживают, и, наверное, там историю с какими-то учениями внутренними они поддержат, там, разберутся, им самим будет это интересно и так далее. Но это там первые 10-15 процентов, да, дальше идет пассивное большинство, и в конце там закоренелые скептики, да, то есть те, которых, может быть, вообще невозможно ни в чем убедить и вообще ни в какие инициативы вовлечь. Но мы про них не говорим, вот говорим про некое такое пассивное большинство, которое можно вовлечь, но это все очень медленный процесс. Вот компании, что применяют для того, чтобы вовлекать людей в это во все, я не знаю, там, геймификация, может быть, там эта тема сейчас там так или иначе уже несколько лет модна, может быть, еще что-то, вот что работает, исходя из твоей практики, опыта? Реально пытаются применять многие геймификации, и, к сожалению, это очень часто не работает, хотя кажется очень забавным. Коллега из московской биржи рассказывал пример, когда они, обучая своих сотрудников, сделали какой-то суперклассный ролик, мультфильм, где героем был персонаж, как вот Супермен, только Моэкс, Moscow Exchange, Моэксмен. И этот Моэксмен, он рассказывал какие-то правила, он был очень забавным, и через некоторое время они организовали опрос, а что же люди помнят? И почти все люди вспомнили Моэксмена, но почти никто не вспомнил, о чем же он, собственно, там рассказывал. И вот эти развлекательные какие-то форматы, которые пытаются безопасники придумывать, и, может быть, даже бюджеты на них тратят, это всего лишь обертка, но важна не обертка, важно содержимое, что люди реально чувствуют, что люди получают. И чтобы вовлечь реально людей, что реально работает? Первое. Работает качественная, уважительная и адекватная коммуникация. Если есть внутренний портал, если на него реально заходят люди, достаточно написать нормальный человеческим языком текст. Желательно, персонально, от имени руководителя, кто отвечает за безопасность. И там написано будет примерно следующее. Дорогие коллеги, я отвечаю за безопасность в этой компании, но мне нужна ваша помощь. Вот такой процент атак по нашей статистике или по статистике уважаемых security operation центров, например, происходит не на технические системы, а на людей. Это значит, на каждого из вас мне нужно, чтобы каждый из вас помогал защищать нашу компанию. Что конкретно я прошу вас сделать? Первое. У вас будет такой курс. Это базовые правила гигиены. Пожалуйста, посмотрите его внимательно, изучите их. Мы написали его адекватным человеческим языком. И в этот момент очень важно реально убедиться, что он написан так, что его не скучно и можно дочитать до конца. Пусть сами безопасники посмотрят на это. Второе. Да, мы хотим сформировать ваши навыки, и ваши навыки очень нужны. И это значит, что вы можете получить имитированную атаку в любой момент. Пожалуйста, воспринимайте это правильно. И третье. Нам нужна ваша активная обратная связь. Если вы видите что-то, что вызывает у вас подозрения, пожалуйста, сообщите нам и вот как. И должен быть очень простой, однозначный и понятный для человека способ сообщить об атаке. А, к сожалению, часто бывает, что человеку говорят, иди в сервис-деск, там заполнишь тикет примерно из 30 полей, и, может быть, мы учтем эту информацию. Будет ли человек это делать? Нет, скорее всего. И даже если он очень хочет сообщить об атаке, он просто не успеет это сделать. Ему некогда, действительно, да? Или говорят, ну, вот там у нас e-mail для такого-то территориального подразделения один, для этого другой, для этого третий. И вот на этот внутренний номер, может быть, позвоните, если хотите. Что конкретно сделает человек, который сейчас из-за очередной волны отправился на удаленку? Как он может буквально одним кликом, например, сообщить об атаке? Если с этим заранее разобраться, если составить такую уважительную и адекватную коммуникацию на одну страницу и поместить ее на портале, мотивация людей будет совсем другой. Правильно ли я тебя понял, что вот когда речь заходит про security awareness, первая ассоциация, которая лично у меня всплывает в голове, это там разного рода плакаты, как раз-таки какие-то видеоролики там, как ты рассказал, там, примеры с Майксменом, вот, скринсейверы одно время как-то были там популярны, да, как тема, что... Ну, и даже прописывались в каких-то там классических всяких гайдах и примерах. Я помню, когда я еще обучался на разного рода сертификациях по информационной безопасности. Вот. Коврики для мыши еще. Да-да-да, вот это все, это баловство, то есть оно не очень работает, да, я так понимаю. Посмотрите в своей компании, выйдите в коридор, если вашим людям еще можно работать в офисах, и посмотрите, как они выглядят, а также сходите на любое рабочее место любого сотрудника. Во-первых, вы сами, скорее всего, не видели давно своего рабочего стола, просто потому что у вас всегда открыты окна, во-вторых, ковриков для мыши нет. В-третьих, если люди идут по коридору, где висят какие-то плакаты, вы сделали их, они могут быть красивыми, люди идут, укнувшись, телефоны, они никогда на них не посмотрят, если только им не придется вешать эти плакаты, вот только эти люди. Это, возможно, интересное времяпрепровождение для тех, кто эту продукцию разрабатывает, но, к сожалению, люди не потребляют информацию так сейчас, да, и, соответственно, каналы доведения до них информации, стоит выбирать другие, те, в которых они реально, которыми они пользуются, в которых они проводят время. Если это корпоративный чат, мессенджеры, значит, эта коммуникация должна быть там. Если это какие-то порталы, на которые им надо заходить, значит, это должно быть там. И, опять же, да, вот эти примеры все, они действительно достойные, и они в стандартах там более чем десятилетней давности описаны, но это примеры некоторого пассивного употребления информации. Человек, может быть, о чем-то узнает, если ему об этом написать на скринсейвере. Но наша задача не сделать так, чтобы он о чем-то узнал. Мы здесь не университет, мы не учим людей. Нам надо, чтобы они работу свою делали и делали это безопасно. А это значит, что нам нужны навыки этих людей. И тренировка навыков, она должна быть проактивная, да, то есть человек не приобретет навыки, прочитав даже самый красивый плакат. Человек может приобрести навыки, если он обнаружит, что уже ввел свой пароль на том сайте, который вы подготовили и сымитировали как атаку на него. И вот в этот момент дать ему полезную информацию прямо там же в этом окне, что конкретно надо делать в такой ситуации, будет очень кстати. И он запомнит это, потому что эмоции, которые он испытал вот ровно в этот момент, они будут как катализатор, который зафиксирует у него в памяти то, что надо ему знать действительно. По твоему опыту, а были ситуации какого-то агрессивного неприятия темы этого обучения, ну, по-моему, со стороны персонала? Да, и очень часто люди говорят именно так, как вот ты привел пример, что мне некогда, эти материалы, это какая-то повинность, у меня много работы и так далее, и так далее. Даже если это имитированные атаки, люди, например, выясняя, что то, что там написано, это неправда, им, например, пообещали премию, они выяснили, что это была атака, они могут быть в каком-то негодовании, да, они могут вымещать какую-то агрессию на тех, кто эту атаку отправил, но все это происходит так только в одном случае, если с ними не было нормальной первичной коммуникации. Если люди не знают вообще, зачем это надо, если люди не понимают своей роли в этом процессе, а безопасники очень часто, к сожалению, не пользуются вот этим каналом, да, безопасники – это люди, которые отвечают за кучу технических сложных проблем, и им немножко не до того, они просто не знают иногда, а иногда им просто некогда нормально людям объяснить, что к чему, а потом уже назначать эти курсы, а потом уже делать эти атаки. Если люди это понимают, и когда они это понимают, они воспринимаются совсем по-другому, они могут воспринимать это как игру, и даже выявить такую атаку, они могут, извините, с удовольствием, им будет по фану это сделать, и они будут это делать и с имитированными атаками, и с реальными атаками. Совсем другой майндсет. И это, еще раз, благодаря качественной коммуникации или, к сожалению, вопреки, да, если ее не было. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте sokdefizforum.ru. Количество мест ограничено. Коллеги, всех приглашаю на СОК-форум. Помните о том, что безопасность в первую очередь это люди, и люди являются не только источником инцидентов, но и самыми лучшими помощниками и лучшими защитниками вашей компании, если их правильно обучать и если их системно тренировать. Мы знаем, как интегрировать людей в процессы СОК, и будем очень рады обсудить это вместе на СОК-форуме. Давай откатимся немного назад, вот продолжая эту историю. Хорошо. У нас есть Security Operation Center. Специалисты по кибербезопасности осознают необходимость прокачать этот элемент безопасности, такой как человек, да, сотрудников. Но при этом это не какая-то новая компания, да, это уже большая организация с какой-то своей уставшейся иерархией, какой-то политикой, опять же, да, определенной. И вот безопаснику нужно выйти за границы своей привычной сферы технологии, да, пойти в народ и попытаться вот эту самую коммуникацию и вообще донести все вот это. С чего начать? Какие первые самые правильные шаги, которые дают, может быть, какой-то быстрый эффект, быстрый результат и вообще способствуют успеху такой инициативы? Есть отличный мем, и я не знаю, можем ли мы приложить это к подкасту, но выглядит он так, как безопасник приходит проводить тренинг и говорит, сюда не ходите, по ссылкам не кликайте и спасибо, что пришли. Люди говорят, и что это все? Он говорит, ну да, я умею быть кратким. Это, извините, это антипример. А что конкретно можно сделать, что даст самый быстрый эффект? Во-первых, в компании, кроме безопасности и подразделения безопасности, наверняка есть люди, чья работа, общаться с людьми, и это могут быть подразделения внутреннего пиар и маркетинга, например, это могут быть HR, это могут быть HR-бизнес-партнеры. Эти люди наняты и профессионалы в том, как коммуницировать с людьми. Если компания большая, эти люди обязательно есть. Первое, что надо сделать, что может дать самый быстрый эффект, это прийти к этим людям и объяснить им, в чем, собственно, проблема. Потому что безопасники очень часто, опять же, и это не потому, что они такие плохие, это потому, что им некогда разобраться вот в корневой причине. Первое, что нужно сделать, это принести реальную статистику инцидентов или тех, скажем так, сложностей, которые возникают из-за поведения людей или незнания какого-то, да, или непонимания каких-то вещей. То есть, прийти, например, взять статистику по инцидентам из того же Security Operation Center, посмотреть на нее в разрезах, а что именно люди могли сделать не так или сделали не так, что привело к инциденту, да, и потом прийти к тем же самым коллегам, которые отвечают за коммуникацию, сказать, ребята, у нас есть вот такое поведение людей, и нам надо объяснить им, что надо делать не так, а вот так. В этот момент очень важно не говорить им, что не надо делать, а говорить им, как надо действовать правильно. Приведу конкретный пример. Есть процесс, когда, например, сервис-деск, это поддержка или IT-специалисты, делают учетные записи или сбрасывают пароли от существующих учетных записей или генерируют новые. И в этот момент коллеги из поддержки, особенно, может быть, неопытные, начинающие, они могут прямо в заявке человеку оставить пароль, и это супертиповая проблема. И безопасники могут приходить куда угодно, они могут приходить к нам и говорить, ребята, у нас оставляют пароли в заявках, как бы нам сделать так, чтобы техподдержка, айтишники или даже сами сотрудники, когда эти заявки пишут, не оставляли там пароли, не передавали их через сервис-деск. И какой здесь правильный ответ? А как им надо передавать эти пароли? Как они могут это делать безопасно, чтобы у вас не было к ним вопросов, и чтобы это не создавало риски? И в этот момент безопасникам нужно четко продумать тот алгоритм, например, чтобы люди использовали корпоративный менеджер паролей, да, или чтобы эти пароли были одноразовыми, и их можно было опубликовать в этом сервис-деск-тикете, или что-то еще, или чтобы личный человек приходил куда-то, да. Любая процедура будет лучше, чем отрицание какой-то практики в виде не делайте так или не делайте сяк. Как только есть перечень конкретных инцидентов или проблем, которые могут, что может пойти не так из-за действия людей, безопасникам достаточно поговорить с теми, кто уже в компании отвечает за коммуникацию, и вместе они придумают, как донести это до людей. Сообщения на портал, нормальные каналы коммуникации. Да если люди действительно смотрят на плакаты, ну вот в современном мире уже не на плакаты, обычно экраны в офисах висят. Если они действительно туда смотрят, и если можно вывести коммуникацию туда, дай бог, пускай она будет там. Получается, что главный союзник, что ли, в этом вопросе – это служба HR. Служба HR и служба внутреннего пиар, маркетинга, коммуникации иногда, они по-разному называются, нужны те люди, которые регулярно общаются с людьми, другими сотрудниками, и чья работа – это коммуникации и налаживание этих коммуникаций. Если безопасники пытаются сделать это сами, обычно у них как-то получается. Но, как правило, безопасники не являются специалистами по коммуникациям, и не надо играть эту роль, нужно просто посоветоваться с профессионалами, с союзниками. Честно говоря, сами сотрудники становятся союзниками, когда понимают свою роль. И очень часто мы, как безопасники, недооцениваем, насколько люди склонны к правильному, позитивному поведению, и насколько они склонны помочь своей компании и защитить ее. Это, знаете, реально становится идеей фикс или такой игрой для людей, когда они проникаются этой мыслью, что есть какой-то общий враг, что этот враг может атаковать их компанию, их клиентов. И безопасники – это не какие-то люди, которые накажут их в случае какого-то инцидента. Это люди, которые стоят плечом к плечу рядом с ними и пытаются защитить все то хорошее, что они тут делают. И в этом смысле люди включаются в эту игру, и люди становятся главными союзниками в этом деле. Интересная мысль. Получается, что задача не в том, чтобы, может быть, добиться стопроцентного принятия этой темы всеми людьми, потому что, скорее всего, это не получится, все равно будут какие-то совсем закоренелые скептики или явные противники этого всего, сколько получить какое-то активное меньшинство, которое будет просто дополнительным элементом быстрой реакции, скажем так. Мы видим такую практику в командах разработки, в продвинутых. Там такие люди – это не безопасники, это квалифицированные инженеры, их там называют security-чемпионы, например. Это люди, которые знают про безопасность и при этом понимают хорошо процессы, в которых они работают, и они выступают как такие евангелисты в этом смысле. И эти практики, которые связаны, например, с безопасной разработкой, они помогают в своей команде выполнять. То же самое происходит, если люди, обычные сотрудники, не разработчики, не инженеры, начинают в это включаться. Я приведу еще один конкретный пример. Например, когда я отвечал за безопасность в достаточно крупной компании, однажды на январских каникулах, которые у нас обычно довольно длинные, мне, как безопаснику, на наши общие каналы, но я смотрел их в тот момент, пришло от нескольких людей, которые работали в разных подразделениях, в разных городах, одно и то же пересланное письмо, которое показалось всем подозрительным. Причем сделали это, по-моему, семь из девяти человек, к которым оно, в принципе, в компании пришло, как мы потом выясняли. Что это было на самом деле, да? Мы стали выяснять, а как они связаны, и мы увидели, что один из этих людей отвечал за подбор кадров в одном из городов, другой из этих людей отвечал за управление проектами, и он был в другом городе, третий человек, он отвечал за аналитику в команде разработки, и он был в третьем городе, ну и так далее. Люди, казалось бы, вообще никак не связаны. Когда мы проанализировали, что же там было внутри, там было вложение, которое не детектировалось антивирусами на тот момент, но там был реально вредоносный файл. И этот вредоносный файл ходил на вполне конкретные C2 сервера, и мы смогли увидеть их IP-адреса. И когда мы задались вопросом, а что же объединяет этих людей, почему именно на них была атака, мы поняли, что где-то полгода назад они запускали один проект в интересах одного из наших заказчиков. И мы связались со службой безопасности того заказчика, спросили, не был ли скомпрометирован чей-то из их менеджмента компьютер, например, и показали им некоторые индикаторы, которые мы смогли выбрать из вот тех примеров, которые нам переслали коллеги. И они нашли реального Трояна у себя в сети, и они увидели, что реально был скомпрометирован тот компьютер, с которого общалась, в данном случае, их команда, с нашей командой. И таким образом, да, мы не просто смогли какой-то инцидент расследовать, да, мы не допустили инцидента, и мы даже помогли выявить, возможно, более крупные инциденты на стороне у наших партнеров в данном случае. Еще раз, это вовлеченность людей, что должно, как нужно мотивировать людей, чтобы они открывали свою почту и пересылали что-то безопасником в январские праздники. Я не знаю, ну, мне кажется, даже если деньги им платить, то все равно они не будут это делать, у них каникулы. Но если они реально понимают, что это важно, если они понимают, что безопасность будет им благодарна, и это не останется без ответа и без внимания, то это будет для них такая, знаете, своеобразная миссия защитить компанию, выявить хакерские атаки или что-то еще другое, что вы заложите им в голову через эти коммуникации. Отличный пример. Давай от него переключимся на тему финансов. Понятно, не называя конкретных цифр, эта практика security awareness, она вообще сама по себе затратная, не затратная. Если она затратная, то как обосновывают расходы на подобного рода мероприятия, как оценивают эффективность подобного рода мероприятий? На Западе принято оценивать все через возврат инвестиций, и есть довольно хорошие алгоритмы расчета вот этих цифр, да, и эти алгоритмы показывают, что любая более-менее серьезная атака через те же самые шифровальщики, которые не только на Западе, но и у нас, к сожалению, проблемы, да, она окупает все затраты, которые могут на этот процесс вообще быть в течение года. Ну, и там ROI исчисляется в тысячах процентов. Если говорить про затраты конкретно на этот процесс, да, то обычно, если использовать коммерческие продукты, эти затраты меньше или равны затратам на лицензию чего-то, что уже используется для защиты на уровне хоста, на уровне пользователя. Порядка стоимости лицензии на антивирус или меньше стоят те мероприятия, даже если вести их с помощью промышленных решений, которые для этого существуют. Но, опять же, это окупается многократно, поскольку даже самый хороший антивирус, работающий на компьютере, он может защитить и то не гарантированно, да, от какого-то ограниченного числа технологических атак. Но что будет, если человеку позвонят и попросят выслать какой-то файл? А что будет, если к нему кто-то в баре подойдет и просто поговорит с ним о чем-то, да? Вот как человек распознает такую атаку и что человек будет делать? И сможет ли ему антивирус помочь? Нет, к сожалению. Но ему реально сможет помочь тот майндсет, который у него появился благодаря вот этому процессу, если вести его качественно. Если качественно делать коммуникацию, если качественно обучать людей, качественно тренировать их навыки, не только в плане техническом, да, но в плане ощущения собственных эмоций, что здесь что-то не то, меня торопят, кажется, что кто-то пытается, значит, создать ощущение авторитета. И все это работает не только на уровне электронной почты или каких-то вредоносных вложений. Это работает через любой канал, по которому мошенники могут вообще коммуницировать с людьми. Давай я опять включу режим адвоката-дьявола. Здесь понятно, что имея в качестве аргумента какую-то атаку, где может компания потерять несколько миллионов долларов или десятки миллионов долларов, это повесить на чашу весов, сравнить с расходами, да, может быть, очень очевидный выбор в пользу того, что надо инвестировать. Но, может быть, ты опровергнешь меня, но я очень сильно сомневаюсь, что есть программы повышения содавленности, которые дают стопроцентную эффективность. Ну что, стопроцентов сотрудников, они абсолютно окажутся неподвержены каким бы то ни было таким вот атакам. Все равно какой-то процент он будет присутствовать, в любой нормальной организации какая-то текучка есть, там новые люди приходят, старые уходят, то есть это еще нужно успевать обучать и вырабатывать навыки. Как полноценный процесс. Да, но я про другое. Значит, пока мы не ушли от темы денег, да, то есть понятно, что сравнивая, да, еще раз там с ущербом, вроде бы звучит логично, вкладываемся, но при этом даже вложив какую-то сумму, меньшую, чем потенциальный ущерб, все равно ты не гарантируешь того, что никто из сотрудников не нажмет на какую-то ссылку и не откроет файл, и ты не получишь того же самого шифровальщика и, соответственно, ущерб тот же сам, от которого ты пытался защититься. С одной стороны, это понятная история про безопасность вообще, стопроцентной безопасности не бывает, но я вот хотел бы вернуться к вопросу про обоснование расходов. Помимо того, что вот можно привести в качестве аргумента возможный ущерб, какие-то еще метрики, показатели, что-то еще из практики используются для того, чтобы убедить топ-менеджмент и вообще контролировать, что мы это делаем не зазря. Ну, то есть, что даже получив одобрение, получив бюджет и так далее, что эти деньги расходуются с понятным результатом, что у нас как бы ситуация улучшается. Да, разумеется. И, как правило, если таких систем еще не было, если таких процессов еще в компании не ввели, то бывает полезно оценить то, что мы называем защищенностью компании от атак на людей. То есть, понять, как конкретно поведут себя люди, если та или иная атака по актуальной модели угроз до них дойдет. И эта оценка должна быть не какая-то типа плохо себя поведут или все вроде бы норм. Эта оценка должна быть цифровая, желательно измеримая и субъективной методикой, как конкретно все подразделения или самые рискованные вели себя. И эта оценка может быть в начале, и эта же оценка может быть через время, когда этот процесс уже идет. И, разумеется, руководство ожидает, что поведение людей улучшается и улучшается измеримо. Что может быть еще на шаге ноль, если, в принципе, таких систем и процессов не было, как это можно обосновать? Это посмотреть внимательно на инциденты, которые были, или на риски, которые сейчас в корпоративном реестре. Рисков, описанные, по которым компания работает. И эти риски посмотреть не просто на то, там, есть они или нет, а посмотреть под углом, что из этого зависит от поведения людей, и объективно показать, что, смотрите, из десяти топовых инцидентов восемь были связаны с тем, что именно люди вели себя так. А в абсолютном значении это вот какое число. Затем посмотреть на то, сколько таких инцидентов, опять же, через время, через квартал, на следующий квартал происходит, и это число тоже будет снижаться. И третья метрика – это позитивная обратная связь, мы о ней уже третий раз сейчас говорим, да, но она тоже супер важна. Если процессов таких не было, то, как правило, безопасность получает очень мало полезной обратной связи от людей или каких-то сообщений о том, что что-то может быть не так. Как только такие процессы выстраиваются, появляется такая обратная связь, и это будет очень хорошая и очень показательная метрика в том числе. Люди сообщают об атаках, раньше условно 0 или 1% людей, теперь 80 или 90% людей, да, и это будет суперпозитивной, наверное, вот третьей метрикой, которая помогает показать эффективность этих процессов. Хорошо. И, пожалуй, последняя тема, которую хотел с тобой обсудить. Если мы посмотрим на СОК с точки зрения персонала, то есть непосредственно тех, кто работает в СОКе, как правило, это классика трех линий, да. Если возвращаться к тому, что security awareness – это тоже практика, которая должна быть в СОКе, по опыту для этого нужна отдельная команда какая-то, или же это является какой-то дополнительной нагрузкой для специалистов того или иного уровня. Как вот это с точки зрения реализации, потому что если со стороны безопасности не будет людей, кто драйвит эту историю, скорее всего, она там умрет. Очень часто люди, которые занимаются этими процессами, это люди, которые отвечают, как мы уже говорили, не за СОК, а за методологию ИБ, и за какие-то регламенты, и за какие-то процессы, как они должны быть, как они должны работать, и им же в нагрузку дают эти процессы, и их вести, к сожалению, не всегда выделяют фуллтайм человека. Как правило, человек выделяется на них, ну, процентов на 10, например, своего времени. Это первая ситуация. Вторая ситуация, которая чуть лучше на самом деле, это когда люди, может быть, роли, отвечающие за Red Team, за внутренние процессы активного анализа защищенности, да, они получают в свое распоряжение и вот эти процессы тоже. Но тогда они смотрят на это только со стороны атаки и, может быть, системного тренировки навыков, да, в этом случае. Вот. Очень классная практика, когда процессы обучения и тренировки людей интегрированы в плейбуке SOC, связанные с теми инцидентами, которые по людям действительно происходят или из-за действия людей, да, когда автоматически те, кто этот инцидент расследует, имеют полномочия, например, запустить обучение или воспроизвести атаки те, которые похожи на инцидент, из-за которого, собственно, что-то и произошло. Также есть такая в SOC проблема, как выгорание людей, особенно на первых линиях, да, люди, которые занимаются достаточно рутинной работой, их иногда ратируют на какие-то другие задачи в другие дни недели, это помогает, но супер мотивирует и очень для них составляет реально такую интересную часть работы, если им дают полномочия или обучать людей, или имитировать атаки на тех людей, которые, собственно, вели себя небезопасно по реальным инцидентам. И вот в этом случае, может быть, может быть, да, это не будет какое-то полное покрытие или что-то в этом духе, но будут покрыты, во-первых, те люди, которые реально представляют проблему с точки зрения инцидентов, во-вторых, это будет дополнительная мотивация для тех специалистов, которые работают, может быть, не на самой суперинтересной работе в SOC. Если говорить про компетенции, то есть, есть ли какие-то качества особенные, которыми должны обладать люди, которые отвечают за вопрос security awareness? Да, кажется, что первое качество, которое очень нужно, это, я хотел сказать, коммуникабельность, но тут это немножко шире, да, это не просто умение с кем-то о чем-то поговорить, а это умение коммуницировать желательно в письменной форме с людьми так, чтобы они понимали. Это качество больше похоже, извините, на качество редактора, например, хорошего. Или пиарщика. Или пиарщика, да. В этом смысле не факт, что эти компетенции есть у тех, кому реально это поручили, в этом смысле им еще важнее сходить к тем, кто в компании этим занимается. Второе, это можно назвать системным мышлением, да. Никому из нас, кто осваивал хоть какой-нибудь навык, не приходило в голову, что его можно освоить как-то вот так, несистемно. Я приведу пример ребенка. Если маленький ребенок начинает учиться ходить, он пробует вставать, и что происходит? У него не получается. Он падает, но он потом снова пробует, и он снова падает. И кто-нибудь в этот момент скажет ему, ну, наверное, там, тебе не дано ходить. Ты не способен, поэтому чего ты пробуешь? Ему нужна тысяча попыток, но он пойдет, потому что это дает результат. Когда мы говорим про процессы аварноса, мы хотим, чтобы у людей были нужные знания и навыки. Давайте тренировать эти навыки. И если те, кто отвечает за эти процессы, они не обладают вот таким системным мышлением, процессным видением, да, они могут сделать, например, одну имитированную атаку раз в полгода и сказать, ну, вот что-то тут люди плохо себя ведут, наверное, человеческий фактор – это наша такая слабая зона. Мы обложим всех антивирусами. Нет, просто не останавливайтесь, просто продолжайте тренировки и делайте их максимально качественно. Вот методичность, может быть, так я это еще назову. Или упорство. Или упорство, но не слепое упорство. Это должна быть именно методически обоснованная и со взглядом на реальные инциденты, на реальные риски, реальные навыки, работа, да, то есть глупо рассылать людям какой-то спам от имени госслуг и надеяться, что в реальной целевой атаке они поведут себя безопасно. Нет, ребята, если вы хотите навыки у людей сформировать, которые реально им помогут, делайте, создавайте для них такие ситуации, которые реально могут произойти. Ты сказал о том, что очень важна коммуникация, да, и разговаривать с людьми, с которыми… которых ты, собственно говоря, хочешь привести к этому новому знанию, новому навыку. Может быть, какие-то еще в завершении нашего разговора совет, особенно из разряда, ну вот у меня нет особо бюджета на то, чтобы реализовывать какие-то масштабные истории. Дайте какие-то простые лайфхаки. Первый и самый простой лайфхак – это сделайте качественную коммуникацию. Мы об этом уже говорили. Не пытайтесь изобрести супергениальное продающее безопасность письмо, сходите к тем коллегам, которые профессионально общаются с людьми. HR-бизнес-партнеры, PR, маркетинг, те, кто у вас рядом в компании уже есть. Это первое. Второе – посмотрите фактом и правде в глаза. Не читайте НИСТы, не читайте обзоры, не читайте советских газет. Посмотрите на реальные инциденты и реальные ситуации, которые вам или вашим коллегам в СОК приходится разбирать из-за поведения людей или недостатка каких-то знаний. Выпишите эти ситуации в одну колонку, во вторую колонку напишите, что должны знать люди, чтобы вести себя безопасно, а в третью колонку напишите, что они должны уметь делать на практике, чтобы вести себя безопасно или в идеале помогать вам предотвращать такие инциденты. И вот с этой табличкой посмотрите на нее и сходите к тем же самым людям, которые помогали вам составлять коммуникацию или к тем людям, которые у вас в компании отвечают за обучение по любым вопросам. И посоветуйтесь с ними, спросите, ребята, как мы можем донести эти знания до людей, в каких форматах, как у нас люди потребляют информацию, что у нас реально работает и как сформировать эти навыки. Опять же, вот такие три простые совета. Спасибо большое, Сергей. Я хотел бы пригласить всех слушателей на СОК-форум. Напоминаю, что он пройдет 27-8 декабря этого года. Уже совсем скоро будет большое мероприятие, огромное количество людей, масса интересных докладов, ну и, конечно же, возможность пообщаться в куларах и обсудить любую больную для вас тему или просто обменяться опытом. Сергей, спасибо. Да, спасибо. Коллеги, всем до встречи. Я хотел бы поблагодарить всех слушателей за то, что вы были с нами, слушали наш подкаст. Пожалуйста, не забывайте про обратную связь, ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно, пишите, предлагайте темы, предлагайте гостей, которых вам было бы интересно послушать. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу СОК-форум и на сайте сокдефисфорум.ру